здравствуйте друзья мы с вами в бэк-ярде у гарика прораба и его курочки курочка супруга так зовут в народе он хочет нам что-то показать своем садике но вот мы видим дерево типа хурма это не типа хурма это хурма только она называется по-мирски персимон объясни мне вот это внизу ветки обрезанные это тоже ее персимонного вот это что вот это нет я обрезан это куст который в конце концов должен быть красным что за куст 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 куставич кустов то есть не относится к хурме никак тоже форма симпатичная как она на вкус ты как пробовал очень вкусно она еще не созрела но смотри вот видишь вот эти ветки явно обломаются что с так выдержать не может дерево столько выдержать гости не обломаются никто ничего не обломать белки же белки вот смотри я вижу внизу это ты это я для них оставил может быть они это будут есть не будут здесь остальное так но помешка клюнула что да вот сейчас мы попробуем показать вот она да вот клюнули да и но вот я перри не знаю есть не есть глади а дальше за ним какой-то вообще ошметок непонятный а вот там еще клюнуло поэтому у нас идет соревнование я подрезал так дерево чтобы свешивалась как можно ближе ко мне они туда так давай теперь с соседями разбираться вот вот сосед у него на дереве много зеленых сосед это мужик мексиканского разлива так у него это это висит мандарин и это мандарин это мандарин очень слабое настоящее то есть он будет когда-то желтым будет желтым сто процентов лишь как мужик подстриг чтобы на мою сторону не заходить специально так да я также по словарненько хрома меня обманула немножко пошла идет к нему идет вот это у меня называется маленький мандаринчик мама знаешь такой реально плод помнишь такие были вот продаются такие помидорчики не помидорчика это такие маленькие лимончики апельсинчики называется к вам к вам не знаю вам к вам к как-то в общем пошли соседом дальше это декоративный курс это я посадил там на картинке на золотой мандарин ну значит растет блин до голд наггет голд наггет мандарин а это лимон лимон смотри он почему-то и плодоносит и цветет видишь это у меня тоже цветут лимоны круглый год цветут круглый год положить больше режешь тем больше они плодоносят так но мы сегодня будем но у меня есть из лимона лимончелла я могу дать попробовать не зачем лимончелла там с чем с чем можно с чайком так вот это но урожай снимается или он пропадает чем больше снимается тем больше пропадает мы значит снимаем лимоны но я и делаю из них сок замораживаю формочка формочки такие для холодильника до потом когда они замерзнут бросаю воду и целый год воду с витамином c но это именно сок ты не 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 водой замораживаешь а чистый сок нет я беру бросаю на допустим пол-литра сока один кубик на пол-литра воды 1 кубик льда замороженного сока получается лимонная водичка вот друзья натуральный лимон так а вот этот тенджерин тенджерин это сорт лимона с апельсином разница здесь больше косточек да они больше и сочнее о слушая то вижу его на него на него на ней уже желтая на прошлого года висит я просто мама не успел залезть так давай как мы туда сейчас его высветим уху и здорово я сам не видел но это пока гости не придут так и не узнаешь чего тебя растет до здоровенный может отряхнуть как следует не они там вон там еще один да да там их несколько но просто колючить вас залезать не охота друзья мы издалека с вами видим дерево типа гранат плодоносит реально ну съедобные дуры ты так супер так что вы с ними делаете тоже это морозить и сок я не очень люблю а курочка их любит надо очистить хорошо не трескаются у вас зрелые может быть забрать его оттуда нет уже мишаня давай снимай кино ничего не забирать так не мы делаем гренадин выдавливаем сок так с водочкой сахаром это потом с сахаром и немножечко лимонного сока туда и рюмку буквально водки на всю кастрюлю чтобы просто он не бродил друзья рюмка водки это чисто символически потом можно либо пить для повышения гемоглобина вау а как значит как знать что нужно повысить гемоглобин ну ты анализ крови сдаешь на физико если есть желание облезать дверную ручку если они месяц люди болеют вот гранаты обычно покупали я помню на рынке для тех людей в совке еще до которые болели до черная икра гранаты вот это считали что вспомни сколько на центральном рынке гранат никогда не купал безумно дорогие это дорого бедный студент но да вот у меня от ути был рак груди так я и сок этот таскала просто литрами помогала гемоглобин помогала восстанавливать после всяких химиотерапии так хорошо после этого очень хорошо взять этот сиропчик сваренный так водочкой настоять и получается такая вкуснейшая гранатов о друзья я попал я все ходил вокруг этого дерева и все искал это вот какой-то такую позицию вот она прямо как вот даже я не знаю а вот изнутри я проник изнутри в логово ай мама тут я чувствую колец кольца а колец это защитное дерево чтобы птички не ели когда он раскрывается до налетает хреново тучи птиц так начинает его в это самое и он раскрывается как лепешка такая и они клюют сладкий гранат он в принципе сладкий самое интересное чем меньше ты его поливаешь так тему хлаще это не удивляет меня лично ну как бы если не разбавлять водой так может быть концентрация выше будет это как бы вот так я предлагаю а что вот вы тут вот среди этих вот это все время так стоит или это потому что гости нет это все время так так у нас здесь был столик и там газовый баллон столик проржавел сейчас думаем какой лучше покупать то ли с мраморной такой крышкой то ли с медной крышкой а вот этот столбик пограничный а это столбик когда мы были так в канаде так лет наверно 15 назад и там продают оттуда притащили такую идею я сделал сам и сейчас все русские уже повторили а вот то что у толика жалки плагиат так сказать но у толика интереснее он сделал в разные стороны в разные стороны мы тогда печатали только в одном направлении у тебя знаешь ближайшая что к тебе тут есть это якутия так я что прямо я там был да прямо хочется сказать знаешь так якутия как местные говорят якутия говорят да друзья а почем столбики вообще вот они чего убил столбик за десятку всего да это недорого типовой купил мешок цемента простой мешок таблички табличка стоила по моему долларов 7 напечатать я просто пластиковая потом еще купил пластик и закрыл ее но тут был какой-то помнишь был жуткий здесь ураган и у меня вещь половина пластик сломалась уже и стал не чинить ну да тут паще лампочка она перегорела принц то вечером горит а электричество там есть электричество там нет но там есть фотоэлемент я понял то есть за 10 долларов еще и с фотоэлементом да так вот так вечером мы здесь сядем а вот это вот покоцанное деревце это что такой как бы сюр-сюр а тогда понятно если сюр тогда понятно да вот беседка не покрыта ничем сверху чего это так мы и говорят так жена 100 грамм коньяку так с лимоном а при этом лампочка сзади горит так давай там у него есть агрегат вы видите друзья так но я пока света нет но видишь как ты тут еще тогда не подготовился извиняйте ладно ну ничего страшно да должен гореть значит тут все горит мы тут сидим мимоза нет это ними вот у тебя за спиной а что же это это туя да ты что да но она зацвела по-моему да да а вообще туя не говорим в суде еще одно дерево которое нужно требует объяснения вот то под которым я стою друзья посмотрите я сейчас покажу плоды у нас на канале много зрителей которые разбираются в плодах но вот это колючие какие-то шишки а ты когда делал это горюк у меня вроде как бы мои не ел выдел я похожие и даже заморозил себе на зиму они сладенькие в них три косточки желтенькие должны быть это вот такие да но это похоже какой-то из серии жасминов потому что они когда цветут пахнет так да что можно одурить про плоды не пробовал ладно хорошо значит мы тогда считаем что кстати вот этот вот пацан в честь твою куплю мою вот его миша петрович так вот медведик выше ногой майкл так медведь похож на тебя нет тоже работ не хочет берешь мы же это очень в честь портного купили медведя так скажи 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 это так знаешь как положено вот по местному вот этот медведик выше ноги скажешь я так не могу надо выше ногой я так не смогу я так не смогу для этого надо поехать это было моя любимая конфета в детстве этот медведик выше ноги но мишка косолапый по нашему вот это была моя любимая конфета я говорю маме дай конфету как меня зовут понимаю у нас такой был магазин в медведик прямо в середине харькова в центре это же там были такие конфетки миша ты народу показывал вот вы прямо оттуда и грамма прямо оттуда вот я тут тоже первый раз мне очень нравится вот вот